Мои работы – дань моей родине. Так говорил чувашский живописец Иван Дмитриев. В этом году исполняется 113 лет со дня рождения художника. В Центре современного искусства открылась выставка его работ. Хотя художник с молодости жил в Москве, он никогда не терял связи с родиной. Все сюжеты его картин навеяны воспоминаниями о сурдских лесах, чувашских селах и деревнях. Творческое наследие Ивана Васильевича хранится в Чувашском художественном музее, Третьяковской галереи, в частных коллекциях во Франции, Турции и Германии. Центральной темой в живописи Дмитриева стала жизнь чувашского народа во всей ее самобытности. Очень сложная многофигурная композиция, но она, эта работа, создает ощущение праздника. Эта работа действительно, она признана всеми одной из самых ярких и самых лучших произведений, описывающих Чувашскую национальную слайду. Ивана Дмитриева отличал уникальное мировосприятие. На своих полотнах он изображал даже не сам предмет, а впечатление, эмоцию. Коллеги отмечают, что цвет для него, как звук для музыканта. Каждая картина живописца, цветовая импровизация. А его портретные работы обращают на себя внимание тем, что многие лица не прописаны. Вместо них просто цветной силуэт. Я думаю, в чувашском искусстве творчество Ивана Васильевича Дмитриева занимает очень особое оригинальное место. Это прежде всего его мировосприятие внутреннее, которое и отражается его в живописи, в цвете. Вы знаете, прежде всего это заключается в том, что он все-таки был музыкантом. И сам в своих записи говорит, я говорю, прежде всего музыкант, а живописец второй. Музыкальность, звучность полотен придает почерку художника яркую индивидуальность. Оригинальность картин Дмитриева знаменует собой становление национальных школ живописи Волго-Уральского региона. Николай Янилин, лично знакомый с художником, вспоминает, что живописец был очень религиозным и скромным человеком. А его живописец настолько искренная, она чистая такая. Там душа художника, там поэзия. В экспозиции представлено более 30 произведений, которые отражают связь художника с родиной. Мария Леончик, Игорь Зверев, Республика.